Здарова, народ! Канал Покашеварим. Жертва маркетинга у нас сегодня на повестке. Вот такие котлетосы в пятерочке. Бренд Рестория. Что-то я пробовал из их бренда. По-моему, салаты там чего только нет. Котлеты по-киевски. Это первое. Это первое. Ха-ха-ха. Я как Серега Симонов. Кто знает Серегу Симонова, ставьте лайк. И Кордон Блю тоже под брендом Рестория. Что интересно, то что коробки разноформатные. Обратите внимание, одна подлиннее. Вторая покороче. Одна повыше, вторая пониже. Ну, как сказать, поуже, короче. Вот. Но вот такие вот две штуки. Но в целом это явно одна какая-то серия. Кордон Блю я обожаю. Котлеты по-киевски я обожаю чуть меньше. Но тоже очень люблю. Последние котлеты по-киевски в моей жизни были у Артура Чапаряна. Вот здесь вот обзор. Кто не смотрел, посмотрите. Вкусные котлеты по-киевски. Но цена у Артура была, конечно, нехилая. В отличие от Артура, эти ребята прайс чуть более адекватный устанавливают. Значит, первое. 480 граммов. А вот сколько штук? Ну, мы сейчас посмотрим. В общем, котлета по-киевски стоит 300 рублей. 300 рублей. А вот Кордон Блюшки 440 граммов стоит 300 рублей. Это было где-то неделю-две назад мы покупали. Может быть, сейчас подороже. Шпачечки приятные такие, цвета пастельные. Кордон Блю с сыром и ветчиной 440 граммов заморожено. Готовить 10 минут мясо цыпленка. Вот вся информация на тыльной стороне. У кого тыльной? На фасадной стороне упаковки. Здесь, в общем-то, то же самое. Готовить легко. Единственное, что здесь написано время 10 минут, а здесь написано, что легко готовить. Не знаю, в чем разница, но суть, в общем, такая. Состав котлет по-киевски. Филе куриное, что характерно без механической обвалки. Нет тут такой приписки. Сухари панировочные, масло сливочное, меланж яичный, мука, укроп свежий, перец черный молотый. Абсолютно натуральный состав. Кордон Блю состав будет более интересный. Прям визуально это наблюдается, что его здесь больше. Потому что там ветчина. В ветчине, как правило, там много всего интересного. Но начало такое же позитивное. Мясо цыпленка, вода питьевая, сыр. В сыре там всякие. Вы поняли? Ну, кто-то любит, кто-то нет. Мне без разницы. Я сыр, блин, ем и все. Я не смотрю, что там в нем. Пряности, экстракт пряностей, глюкоза, фиксатор окраски, нитрит, натрия. Мама дорогая, усилитель вкуса и аромата. Это все в ветчине уже, я читаю. Вот. Также обращаю внимание, что здесь в составе есть кожа куриная. То есть там вот все, короче. Все, что надо, все замешано. Стабилизаторы, антислеживающие агенты. И в конце перец красный молотый. Состав чуть похуже из-за того, что там ветчина и сыр. Ну, давай посмотрим. Хоп! А-а-а! Три штуки, ребята. Три котлеты по-киевски. Сколько же будет кордонблю? Мне кажется, тоже три. Даже упаковки по-разному открываются. Четыре. Четыре кордонблюхи и три котлеты по-киевски. Рекомендации по приготовлению. Разморозить котлеты. Разморозить. Мама дорогая. Это вот на это времени, как правило, никогда нет. Ну, будем размораживать. А что делать? Разогреть сковородку с маслом, установить средний огонь, обжарить котлеты 5-7 минут. Это киевские котлеты. Кордонблю. Обжаривать на среднем огне, переворачивая 10 минут до полной готовности. А можно, кстати, в духовке. А можно во фритюрнице. Целых три варианта приготовления. Но мы будем на сковородке готовить. И причем размораживать их не нужно. Ребята, я вот еще обратил тут внимание на некоторый момент, что оказывается, этот бренд эксклюзивно пятерочки. Вот. И еще интересный факт, то, что Кордонблю производит ООО продукты питания комбинат, а котлеты по-киевски производит компания Айс Продукт. Совершенно другая компания. Одна в Брянске, вторая находится в городе Калининград. О боги, зеленая пачка побеждает еще в одной номинации. Тут прямо так и написано. Не рекомендуется готовить в микроволновой печи. Короче, классно. Никакой микроволновки, ребята. Такие штуки надо жарить. Подожди, а может и на розовой это написано? Нет, на розовой ни хрена не написано. Пока котлеты по-киевски проигрывают. Тем временем Кордонблюшки у нас. У меня, правда, четыре не поместилось. Поместились три, но они уже почти готовы. Итак, ребята, мне кажется, уже замечательно все поджарилось. Ой, у меня сыр вытек. Я надавил, у меня вытек сыр. Я испортил Кордонблю, поэтому лучше лопаткой, лучше лопаткой. Ну что, ребяточки, давайте посмотрим. Она тоненькая на самом деле. Кордонблюшка. Все хрустит, все замечательно. Начинка есть. Мяса тут, прямо скажем, мало. Но, тем не менее. Несмотря на то, что мяса будто бы меньше, чем я бы хотел, тем не менее, в целом вот этот вкус солененькой ветчины, солененького сыра внутри, немножко курицы и панировки, он как бы довольно знакомый. Классический, обычный Кордонблю, который, в общем-то, я люблю. То есть, для замороженного продукта, на мой взгляд, вообще зашибись вкусно. Мне нравится этот Кордонблю. Мне кажется, я очень похожий, пробовал, но под другим брендом. Что-то типа, не помню. Если кто-то знает, какие еще бренды готовит эта компания, довольно много там их есть, может, сытоедов даже. Что-то я такой ел уже Кордонблю, и, в принципе, он мне нравился. Так, я дожариваю последнюю штучку. Ну, честно, для заморозки за 200 рублей... Нет, 300 рублей сколько там было? 200. За 200 рублей 4 Кордонблюхи. Как жарить эти котлеты по киевски, я не понимаю. Вот мы их разморозили. Там абсолютно сырой фарш, судя по всему, со сливочным маслом внутри. Как мы это будем жарить? Причем со всех сторон. Ну что, друзья, давайте попробуем. Добавляем масло. Я сразу добавлю побольше. И попробуем как-то со всех сторон жарить эти котлеты. Ну вот приходится, чтобы со всех сторон вот как-то так вот полураком, полубоком их ставить. Ну, в целом вроде что-то подрумянивается даже. Вот сейчас получится как с котлетками лошкарев, блин. Когда я их не дожарил. Легендарный ролик. Вроде бы внутри горячие, значит прожарились будем, надеюсь. Ну, то есть вот оно уже почти, уже время. Все, прошли вот эти 8 минут с пачки. Типа они подрумянились. Выглядит, конечно, больше на какие-то похожие зразы картофельные, нежели на что-то куриное. И, короче, вот что мне дальше делать? Накрыть крышкой, что мне с ними делать? То есть на каком огне мне их дожаривать? Сколько это должно происходить? Ну, кстати, смотри, в целом вот уже вроде бы даже не дурно выглядит. Не дурно выглядит. Ну, в отличие от фритюра, то есть вот котлета по-киевски во фритюре, она обжаривается со всех сторон. Здесь вот эти вот стороны, носики, они я не понимаю, то есть как они дожарятся. Давайте буду накрывать минимальный огонь. Оставлю их, наверное, еще, ну, я не знаю, минут на 8. Итак, до кулинарной готовности я довел. Судя по всему, масло сливочное из какой-то или, может, из всех повытекало. Потому что, смотри, я столько масла не добавлял. Под крышкой тут все превратилось в болото. Так, ну, выглядят, честно говоря, не очень. Может быть, о-о-о-о-о-о, а масла-то там, ребятушки, довольно много. Вот, посмотри. Ой, слушай, а хорошо выглядит. Замечательно все это выглядит. Укропчик, мяско. Все это очень годно. И даже дожарилось. Мясо существенно больше, чем в Кордон Блю. То есть тут, в принципе, в основном мясо. Ну, знаете, что скажу? Пожалуй, для замороженного продукта очень даже неплохо. Абсолютно не сухо. И благодаря маслу, и благодаря тому, что, ну, мясо, видимо, замороженное было, да, оно не успело отдать много соков. То есть прямо такая вот куриное мясо, оно влажное-влажное. По вкусу очень скромно. То есть где-то вот на троечку в целом, вот по консистенции и по вкусу, все-таки, наверное, котлеты по-киевски это не тот продукт, который, ну, подходит под заморозку. То есть вот Кордон Блю, Кордон Блю, да, он удобный, он как бы не очень большой, понимаешь, он четенько все прожарился. Аккуратно и здорово. Вот, я это семье сегодня отвезу. Вот, будем есть. Все-таки здесь немножко, немножко вот структура, вот как вот объяснить, да, то есть структура курицы, она как бы вот, как будто бы не совсем котлета, да. То есть она мягкая, все, но будто бы не так, как если бы мы приготовили сразу. Но вполне съедобно, много укропа. Вот это масло с укропом, оно, ну, прикольно, ароматное получается котлета. Лучше, чем я ожидал, честно. Я, конечно, очень много бомбил по поводу этих котлет, но получилось, в принципе, вполне съедобно. 300 рублей, 3 котлеты, то есть по 100 рублей котлета, ну, цена адекватная. Состав натуральный, жарить, конечно, все-таки геморройно получается не так красиво, но вполне получилось. Значит, что такое кулинарная готовность по версии меня? Я убавил огонь до минимума после 8 минут, накрыл крышкой и 8 минут на минимальном огне они там готовились. Вот такая кулинарная готовность от меня. Я не знаю, может быть, как-то по-другому надо это делать. Нормально, вот я бы поставил 3, наверное, этим котлетам. Кордон-блюшкам, честно, блин, 5 баллов. То есть вот берите, вкусно, нормально, сырненько, ветчина, все как надо. Да, курицы там мало, но в целом вкусный продукт. Вот такие вот дела. Рестория, пятерочка. Две разные компании делают два разных продукта, но идеологически похожие друг на друга. Компания, значит, получается, продукты питания комбинат побеждают компанию, получается, айс-продукт. Но сказать, что айс-продукт сильно проигрывает, тоже не сказать. Тоже нормальные котлетки. Вот такие вот дела. Субтитры сделал DimaTorzok